Всем привет, дорогие друзья! С вами как все, Джекоплей, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Sims 2. Вы можете заметить, что это такое, где мы находимся, а мы находимся в новом доме. Наконец-таки я решил все-таки переехать, немножечко прописал код, вы уж меня простите, потому что я реально уже просто не мог находиться в том доме, он мне настолько надоел. Я решил как-то изменить наше жилище, и, короче, мы живем в таком вот двухэтажном доме, сейчас я вам покажу его со стороны. Вот так вот у нас он выглядит, смотрите, только почему-то здесь у нас нету крыши, ну, я потом это все исправлю, конечно же. Вот так вот у нас он выглядит, вот второй этаж, тут у нас первый этаж, теперь у нас красивый, смотрите, какой классный у нас есть гараж, где мы можем также мастерить наши всякие плюхи. Также, наконец-таки, я сделал хорошую, прекрасную просто нашу теплицу, теперь у нас теплица функционирует. Я, кстати, все растения перевез с того дома, и посмотрите, появились ростки. Я такой, блин, серьезно, то есть, получается, когда я сделал эту теплицу, поставил сюда все эти растения, и сразу же моментально появились ростки. Я такой, офигеть, оказывается, у нас теплица не функционировала, и была какая-то очень странная. И вот, короче, я поставил нам бассейн, наконец-то у нас теперь есть бассейн, боже. Тут у нас кухня, тут у нас такой, типа, зал, ну и гостиная, скажем так. Тут у нас, получается, может, как всегда, наша линца лежать, а вот для, получается, нашей собаки вот такая вот, короче, тут будка находится. Дом просто шикарный, у нас есть теперь и дворик, у нас теперь есть и теплица. Теплицка! И у нас сейчас Энджел занимается тем, что она у нас тут, видите, гимнастка занимается... Как это называется, я уже забыл. Ну, короче, не важно. Давайте мы выбросим, не, давайте не выбросим, а отправим, наверное, это в компост. Видите, все газеты в компост, потому что нам она нужна. Я прокачал кулинарию ей полностью, и теперь мы можем отправляться на закрытый участок, смотрите, кухня, пропуск. То есть мы можем теперь отправиться и вообще зашибись. Как раз я хочу отправиться на закрытый участок кухни и приготовить там шикарное блюдо. Я вам потом его покажу. Мы сейчас съездим попозже. Вот, и я надеюсь, что будет все хорошо. Также нужно покормить наших питомцев, потому что у нас тут пусто-пусто. Тут я вот постарался все в цветах сделать. Конечно, я не уверена, что я смогу все это за этим всем добром ухаживать. Но, в принципе, у нас есть пылесос мой додыр. Но я почему-то базу забыл с собой принести. У нас только теперь один пылесос остался. Ну, и даже не пылесос, а поливалка. Придется мне, наверное, делать новый пустос. Занимает просто огромнейшее количество времени. Я, конечно, понимаю то, что у нас, смотрите, тут все хорошо растет, потому что я поговорил с растениями, и у нас все прекрасно. Также я посадил, смотрите, яблони две. Тут у нас апельсиновое дерево и лимонное дерево. Естественно, у нас все хорошего качества, потому что у нас там медаль-то есть, да, господи, мы занимаемся садоводством. Золотой знак отличия, почетный садовод, вы понимаете? И получается так то, что мы можем разговаривать, общаться, мы можем поливать, удобрять, опылять, и это очень удобно. Также у нас тут звонит телефон. Что вы хотите от нас? Эйджел, давай, иди отвечай. Добавил побольше растений, потому что, реально, я люблю, когда очень много растений. Очень много. Эй, Эйджел, Дэвид может подойти к телефону? Нет, не может, прошу прощения. Да, не может. Все. Давай ты у нас, наверное, сходишь в туалет быстренько. У нас тут есть... Ой, лоток нужно вычистить. Давайте, воспользуйся, вычистить лоток. Вот, и мы отправимся на общественный участок. Нам нужно вызвать такси, потому что машины у нас, к сожалению, нет. Мы можем поставить две машины, то есть одну в гараж и одну сюда. Да, но пусть лучше в гараже у нас одна стоит, крутая, которую мы сами с вами сделали. Вот, в принципе, половина мебели, половина мебели из старого дома переехала сюда, поэтому не переживайте. Я не покупал всю новую мебель, потому что это было бы очень дорого. Так как, вы знаете, когда вы пользуетесь мебелью, то она становится чуть дешевле, типа поддержанней. Поэтому я бы потратил просто уйму денег. На то, что хватило денег, я вот купил там стулья, купил там новый этот, потом перекрасил вот это все, потому что, в принципе, это у меня уже все было. Гухонька такая, знаете, я бы не сказал, что прям прекрасная. Можно, конечно, лучше, но я быстренько-быстренько-быстренько все сделал, чтобы можно было играть. Кстати, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вам новый дом. Надеюсь, он вам так же нравится, как и мне. Ну, реально, он классный. Мы отправимся, наверное, в одни. Я думаю, собака пусть и Боб, короче, или иниться, останутся дома. Пока такси подъедет, давайте быстренько примем ванну. Я думаю, мы успеем хотя бы чуть-чуть. У нас теперь есть такая вот классная лестница. Вот этих лестниц реально не хватает в Sims 4. Надеюсь, что с каким-то дополнением их добавят, потому что, ну, блин, они реально очень удобны. Они занимают мало пространства и при этом, не знаю, классные. Ой, нужно полить эти росини, а то посмотрите, что с ними случилось. Божечки-кушечки. Кстати, нужно, чтобы Дэд когда приедет, короче, и это сделает. Увлечение. Вот, смотрите, у нас есть арт-студия Вдохновение 2, райский сад. Арт-студия, это, по-моему, относится к творчеству. Это относится у нас к природе. А тайная кухня Сьюза относится к, естественно, к кулинарии. Вам нравится колдовать над сложными блюдами и учиться новому в кулинарии? Тогда на кухне Сьюзен вам понравится. Здесь вы сможете покрыть вершины поварского мастерства, и ни один гурман не устоит перед вашими яствами. Яствами? Окей. Ход только по пропускам. У нас пропуск есть, поэтому все офигенно. Дэд, короче, у нас приедет и польет эти растения. Ой, у нас, смотрите, уже вечерок. У нас уже вечерок. Бегом. Сейчас такси у нас уедет, еще и без нас, поэтому нужно быстренько ехать на Ксьюзен, короче. Ксьюзен. О, уже серит. Уже сыт, серит, блин. Линз, я только поменял лоток, вот ты уже пошла делать свои дела. Очень нравятся вот эти вот, тут, короче, классные межкоматные двери. Смотрите, вот такие вот. Это с каталога типа гламурного винтажа, что-то такое, я заблокну. Называется. Гламурная жизнь, по-моему, этот каталог называется. Ну, короче, он шикарный. Те окна тоже отсюда. Все, мы прибыли на тайную кухню. Добро пожаловать на тайную кухню, Сьюзен. В вашем распоряжении лучшая бытовая техника, а я с радостью поделюсь секретами кухни. Короче, кухня Сьюзен, и при этом у нас встречает Уоррен... Как там Уоррен Уонтс? Угу. То есть, как бы тут раньше все баба была, ну ладно, окей. Давайте мы зарегистрируемся. Как тут регистрироваться, я уже не помню. Как-то нужно зарегистрироваться. А как? Я уже не помню, честно. Может, как-то... Или подождите, может быть, нам нужно приготовить блюдо? Давайте приготовим, наверное, блюдо. Так. Наверное, вот готовить блюдо на соревнования. И вот мы можем выбрать, что нам нужно. Макароны, лобстер, чили, хлопья, бутерброды. Так что, как там... Нам нужно самое крутое. Самое крутое. Давайте приготовим... А вот не знаю, что самое крутое. Индейка, блинчики. Торт мороженое. Торт мороженое, давайте. Торт мороженое. Это очень красивое зрелище. Поэтому мы его приготовим сейчас. Оно просто шикарное. Пока у нас что-то тут люди стоят, думают. Я надеюсь, мы успеем приготовить и поставить блюдо. Потому что бывало такое. Я приходил сюда. И просто не успевал поставить блюдо. И тут уже все заполнялось. Я такой, типа, че? Вы че, серьезно? Мне всегда эти нравились кухни. Они такие классные. Прям вообще. Не знаю, так все аккуратненько сделано. Тут красная кухня, тут белая кухня. Красивый очень участок. Зачем только телефон? Я одного понять не могу здесь. Потому что он даже не функционирует. Все. Торт мороженое, понимаете? Торт мороженое мы ставим в духовку. А мне кажется, очень странным это. Ой, шикарно. Готовое блюдо лежит в багаже. Можно поучаствовать в конкурсе поваров. Вот. Выставить еду. Все. Идемте выставлять еду нашу. И надеюсь, что мы победим. Так, ставьте лайки. Чтоб мы с вами победили. Чем больше лайков, тем больше ваша поддержка. И продвижение к нашей победе. Потому что я надеюсь, что мы все-таки победим. Тут бывает такое, что очень сложно победить. Вот серьезно. Ой, все. Смотрите, просто оно у нас тут еще горит, по идее. Что-то сейчас... Или горит. Не-не. Ну, светится, типа, горит. Но не работает до конца. О, пришли, пришли, пришли. Смотрите. Сейчас будут ставить свои блюда. Посмотрим, у кого какие блюда. Надеюсь, что будут интересные. О, у нее какая-то похлебка. Какой-то суп. Повар, ты участвуешь? В принципе, должен участвовать. О, караигненка. Окей. Ясно. Так, и у нас бабулька. Что ты у нас поставишь? О, макароны. Макароны она поставила у нас. Давай. Оценивай все блюда по достоинству. Надеюсь, что мы все-таки победим. Господи, она когда пробует, у нее эти двигаются. Посмотрите, как странно у нее двигаются они. Хвостики у этой бабы. Повар-судья. Провар. Так, ну, караигненка смотрится очень красиво. Но, как я знаю, у нас торт-мороженое самое дорогое блюдо. Поэтому, я думаю, все-таки нас оценят. В принципе, у нас оно красиво выглядит. Оно у нас прекрасного качества. Мы его не спалили. Хотя, знаете, бывает даже макароны могут оценить по достоинству. Так, заполняет, заполняет. Господи, пожалуйста, быстрей. Давай, оценивай быстро. Кто же, кто же, кто же победит в этой битве? Давай, давай, давай. Да! Да-да-да-да-да! Есть! Есть! Мы победили! У-у-у! Круто, только почему-то она какая-то уже не такая сильно радостная. Поздравляем! Энджел побеждает на состязании поваров и получает приз 500 симолеона. Специальную награду Энджел может найти в своем багаже. Награда даже есть. Я уже даже не помню. Да, смотрите, награда победитель конкурса поваров. Ой, как класс. Теперь мы можем это все покушать. Давайте взять порцию и покушаем. Господи, это просто божественно. Это просто божественно. Мы победили с вами на конкурсе поваров. Так, у нас тут есть душ, я не знаю. Тут у нас душ есть. Вроде был. Или... А, у нас тут перемерочная. Я вообще не понимаю, зачем тут перемерочную сделали. Серьезно, это очень странно. Так, давай, у нас покушаешь ты и... Давайте возьмем, сделаем конфетку. Предложить урок. Давайте сделаем конфетки. Я вам покажу этот аппарат. Похоже, кстати, аппарат есть в Sims 4, как вы можете вспомнить. Там, по-моему, с базой тоже он был. А тут с увлечениями такой аппарат. Развить максимальный интерес к природе. Давайте его возьмем, поставим. Как у нас там с природой? По идее, у нас с природой уже не так уж и... Да, смотрите. Как и кухня у нас. Два осталось. Что очень быстро можно развить. Поэтому это хорошо. Все, хоре есть. Она больше 100 лет есть. Я хочу конфетки поделать. Это классно. Классный аппарат такой. И когда мы делаем конфеты, мы зарабатываем на этом еще симолеоны. Конечно, они большие, но... Знаете, можно так вот посидеть, позарабатывать. О! У меня мода до сих пор тут работает. На открывание окон. Как раз вот это можно заметить. Вот почему разработчики реально не сделали, чтобы окна открывались? Это реально очень классно выглядит. Все, смотрите. Шоколад потек. Конечно, анимация просто божественная. Все, сейчас будут конфетки, смотрите. Оп! Она будет сейчас еще их есть некоторые. Оп! Хоп! Хоп! Видите? 4 симолеона мы заработали. За каждую коробку по 4 симолеона. Ну что? Можно так позарабатывать денег? Конечно, немного вы заработаете, но... Все же. А, у нее питание не упало, поэтому она не ест их. Вообще классно. Очень классно. Как она это быстро делает, посмотрите. Я бы так быстро не успел сделать. Она еще как-то их посыпает чем-то. Может каким-то, не знаю, там... Какой-то пудрой. Специальной. Ну ладно, хоррель делать конфеты. Все. А эти у нас туда. Пипец. Две конфеты хороших упали у нас в мусорку. Хотя бы съела бы их, не знаю. О, вампир пришел, посмотрите. О, вампир, здравствуй. Но нам нужно вызывать такси и отправляться домой, потому что у нас уже упала гигиена, бодрость. И нам нужно срочно-срочно ехать домой. В принципе, как вы и хотели. Я вам показал конкурс поваров. Вот так вот у нас он проходит. В принципе, у нас тут есть различные всякие штуки. Например, вот в искусстве мы можем посоревноваться в танцах, если не ошибаюсь. В природе я не знаю, чем мы там посоревноваться можем. В играх, конечно же, нужно с кого-то там выиграть. Ну, короче, там очень много всяких можно плюх получить, всяких наград. Поэтому будем потихоньку ходить, ездить и зарабатывать всякие награды. Развешивать их по дому. Какой вымыть? Вот тебе делать нечего мыть какую-то непонятную шталешницу? Вот пусть там вот кто этот главный? Сьюзан. Повар этой кухни, вот пусть и моет. А мы тем временем отправимся домой и пойдем отдыхать, потому что мы устали. И еще нужно будет купить новые одежды, потому что у нас денег полно. Поэтому, да, нужно будет отправиться и купить. Смотрите, когда мы уезжали, у нас, получается, был вечер. И у нас опять вечер, поэтому это очень удобно. Не знаю. С одной стороны, кажется странным, но мне нравится, когда вот так вот. То есть, получается, у нас еще полный день впереди. Кстати, все зависит от того, что если кто-то остался на вашем участке домашнем, то время не откатывается. То есть, откатывается назад. А если вы отправились все, то время будет, например, как было там, так и будет тут. У нас Энджел, наверное, все-таки она у нас польет эти растения, как примет ванну. И пойдет, наверное, спать в пижаме. А теперь тогда мы отменим уже эти все действия. И давайте повесим награду, которую нам дали. Вот такую вот шикарную, почетную, почетную, типа. Сюда повесим. И хотя бы можно было бы на кухню повесить, по сути. Ну, мы повесим ее сюда. А, шикарно. Можно смотреть на нее и радоваться. Какие мы прекрасные. Какие мы молодцы. Мы повара просто от бога. Вот. Еще бы, знаете, мне бы убраться вот, как бы, вот здесь. Вот потому что у нас, посмотрите, тут полный трындец. Просто полнейший трындец. Нам нужно... Ужас. Сколько уделять этому времени саду? Это просто ад какой-то. Я, чтобы ухаживать за этим садом вне серии, я потратил целый день. Целый день, понимаете? Это просто... А, я ведь с собой пригласил какого-то друга. Джонни Бонта. А, это который чувак с нами был, помните? Когда мы Новый год отмечали. Иди, воспользуйся туалетом. И что мы сейчас... О, господи, какой это у нас шикарный. Посмотрите, прям вообще. Балерина. Во, балерины так вот еще занимаются на этих штуках. Точно я вспомнил. И давай ты, наверное, сырников уберешь. Немножко, а то... Короче, трындец полный. И нужно полить эти все растения. Кстати, можно нанять садовода. Давайте наймем садовода. Позвонить услуги. И позвонить услуги. Я, наверное, ему садовода и дворецкого. Потому что реально не хватает. Вот этого реально не хватает. Потому что... Я не успею за садом это углядеть. Просто вот вообще не успею. А садовод у нас сможет все это сделать. Садовник. Отлично. В принципе, денег у нас хватает. Поэтому, да, вы хотите нанять помощника по саду, я буду приходить к вам три раза в неделю и заботиться обо всех зеленых насаждениях на участке. Базовая оплата 5 миллионов, почасовая оплата 10 миллионов. Подходит? Конечно. В принципе, если она у нас будет брать в день, не знаю, там, 100 миллионов, это не так уж и страшно. И нужно еще взять какого-нибудь, не знаю, нам нужен... Так, мастер нам не нужен, нам нужен уборщик-уборщица. Давайте уборщицу, пусть у нас будет горничная. Надеюсь, у нас будет шикарная горничная. Вам тяжело справиться с разведенным вами же свернятником? Что ж, я могу приходить на помощь каждый день. Базовая оплата 10 миллионов, почасовая оплата 15 вас устраивает? Конечно, устраивает. Спасибо, Дэвид. Все хорошо, скоро у нас должно быть повышение. Ты чего нас лаешь? Боб, порадовать, угостить. Давайте угостим его. У нас рыбки умерли. Окей. Как всегда. Мы опять не следили за рыбками. Забыл я. Еще, кстати, такая фишка, то, что нашего Дэвида... Его же Дэвид зовут? Да. Нашего Дэвида повысили до разведки. Почтет так, что там нужно было поймать каких-то преступников. Мы это с вами сделали до приезда полиции и нас повысили. Я очень хочу получить какие-нибудь плюхи. Какие у нас тут плюхи, интересно, есть за профессиональные награды? У нас... О, уже доступно. Направленный микрофон от компании Супер Уха. Ой, какой классный микрофон. Сзырьте. Мы уже можем его взять к себе. Забавно. Вот так вот. А если мы нажмем на его... Мы можем что-нибудь сделать? Нет, походу нужно его будет положить. Все, пусть он повозится, покормит наших рыбок. Ну, как покормит? Возьмет все это, почистит, и потом запустит рыбок, и... Все будет хорошо. А я думаю, на этом мы закончим эту серию. Думаю, она вам понравилась. Если вы ждете продолжение, то ставьте палец вверх. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайк в группу ВКонтакте. А с вами был Киев Джекоплей. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. И всем пока.